Привет, меня зовут Кира. Сегодня расскажу вам, какие новости произошли на Дальнем Востоке, но перед тем, как вы их услышите, не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. В Чите неделю искали журналиста, который решил побыть один. Комментатор и обозреватель Владимир Свечников пропал 14 октября. Первой его исчезновение заметила мама, она подала заявление в полицию. О пропаже начали писать на следующий день. Его коллеги и друзья сообщили журналистам, что Владимир не выходил с ними на связь, но конкретных версий о пропаже журналиста на тот момент не было. На третий день на страницу Владимира Свечникова ВКонтакте кто-то зашел. Журналисты предположили, что это сотрудники полиции. Сам Владимир при этом был офлайн в мессенджерах и не отвечал на телефонные звонки. Позже его родственники подтвердили, что страницу действительно просматривали полицейские. На пятый день коллеги и друзья Владимира начали предполагать худшее, а чуть больше, чем через неделю, его нашли живым. Все это время он жил в гараже, где поставил для себя палатку, потому что хотел побыть один. Понять можно, но в таких случаях маму лучше все же предупреждать, тем более у взявшего аскезу журналиста она пожилая. Еще одна история произошла в Байкале и связана она с таксистом-мигрантом из Киргизии. Димурад Жалалов пропал в поселке Карымское в начале недели. Он как раз отправился вечером на заказ. Димурад принимал заявки по телефону, свой номер он оставлял в соцсетях. С тех пор, как мужчина откликнулся на одну из заявок, он перестал выходить на связь. Телефон таксиста был недоступен, его машину никто не видел. Полицейские пытались найти ее по камерам, но, к сожалению, безуспешно. Димурад ездил на арендованную друга Мазда Дэми. Большую часть времени он проводил в Забайкале, иногда ездил к себе на родину. И вот спустя несколько дней пропавшего таксиста нашли. Его сожгли вместе с машиной. По словам подруги Димурада, его тело нашли в лесу в 20 километрах от реки Ингады. Сейчас в районе собирают деньги, чтобы помочь семье Димурада оплатить транспортировку его тела на родину. Забрать его приедет брат. Таксиста хорошо знали в Карымском. Местные жители говорят, что он был добрым, и пожилых людей подвозил бесплатно. В полиции комментировать случай, пока отказываются, преступника ищут. В Забайкале это не первое убийство таксиста. В новогодние праздники в прошлом году в Чите убили водителя службы заказа такси Максим. Он работал машинистом на железной дороге и таксовал в свободное время. У мужчины остались жена и дочка. В последние месяцы в России и в Забайкальском крае было немало сообщений о преступлениях, которые совершают мигранты. И этот случай в очередной раз напоминает нам о том, что жертвой преступления может стать любой человек, независимо от его национальности и месторождения. На Камчатке спасают медвежонка-сироту, который прибился к лагерю вахтовиков. Он перелез через забор. Мишка, которому нет еще и года, быстро стал любимцем вахтовиков и приходил к ним за едой. Самостоятельно пищу он добывать не научился. Вахта уже закрылась, несколько охранников остались в специально, чтобы кормить медведя, пока его не заберут из приюта для диких животных и парка для львов. Земля Прайда. Он находится в Московской области. До медведя не могут добраться из-за обильных дождей. Тем временем он уже обустроил себе берлогу и активно набирает жирок к зиме. Специалисты земли Прайда надеются добраться до него уже на этих выходных. Правда, в этой прекрасной истории не все гладко. Местные жители переживают, что медведь может пробраться в деревню, а там его могут застрелить. В Хабаровске продолжает развиваться история учителя биологии и химии лучшего молодого педагога Дениса Малявина, который лишился работы из-за вызывающих танцев на каблуках. Когда-то Даниил преподавал танцы, с тех пор остались видео. Когда он устроился в школу, то эти ролики ударил. Но один из них снова завирусился в сети, где его и обнаружили родители школьников. На видео изображен урок моего преподавания в штате 27. Оттуда эти связки я взял в оконцовке для номера для студенческой российской весны. Так началась травля, которая продолжалась целый месяц. Родители обратились к местному депутату. Та подала жалобу в прокуратуру, а руководство школы решило уволить Даниила. Как мне сказали, да, я подгибаю под себя систему. Нет, я не подгибаю под себя систему, я ее обновляю и добавляю своей, да, какой-то, грубо говоря, неординарностью. Его заставили написать заявление по собственному желанию, угрожали увольнением по статье и даже по сообщениям некоторых СМИ обвиняли в нетрадиционной сексуальной ориентации. О своем увольнении Даниил сообщил сам в социальных сетях и писал, что не знает, удастся ли ему вернуться когда-нибудь к преподаванию. Позже Даниил решил отозвать свое заявление об увольнении, потому что некоторые родители и школьники выразили ему поддержку и опубликовали онлайн-петицию. Но руководство школы эту идею не одобрило. Что касается танцев, то раньше это ни у кого не вызывало вопросов. С номером из ролика, который разлетелся по сети, Даниил даже выступал на студенческой весне и занял там первое место, а затем отправился защищать честь Хабаровского края на уровне страны. Ну и в целом у Малявина, как у педагога, немало наград. И вот теперь Даниил требует управления образования Хабаровского края восстановить его в должности. Пока же он ищет работу и не отчаивается. В Якутске вторую неделю обсуждают поведение отца двух учеников местной школы. По сообщениям местных СМИ, в прошлом году во время родительского собрания он довел директора школы до гипертонического криза. А в этом году ударил головой 57-летнюю классную руководительницу своих детей из-за жалобы дочки. Из-за поведения мужчины от третьего класса отказались уже две классные руководительницы и еще две, которые были на замене. По словам сотрудников школы, мужчина часто критиковал учебный процесс и давил на учителей школы. Из-за напряженной ситуации из класса за все время ушли 11 учеников. Дети Василия являются отличниками и олимпиадниками, но по рассказам учителей им в семье тоже живется не сладко. Помимо двух случаев с классным руководителем и директором, мужчина таскает учителей по судам. Пока с тревожным и агрессивным отцом учителя справиться не могут. Возможно, Ваша неделя была непростой, но явно не сложнее, чем и ученика 26-й школы в Благовещенске. 11-классник зацепился за створку пиджаком. От мысли, что он мог порвать костюм, пришел в ярость и сорвал дверь с петели. При этом стоящая рядом учительница его нисколько не смутила. Путешественники из Иркутска обошли Ольхон за 9 дней. Фара преодолела 200 километров, с собой у них был только рюкзак и сильные ноги. За это время они настолько привыкли к острову, что, говорят, расставаться им не хотелось. В пути мы познакомились с прекрасными людьми с разных уголков России и встретили лисичку, которая сопровождала нас на протяжении нескольких дней. Еще одна очень короткая новость из Лун-Удэ. В городе неожиданно объявилась лиса, как и откуда никто не знает. А в Чите на этой неделе организовали операцию, чтобы спасти на реке Лебедя, который не может летать. Жив-здоров! Жив-здоров! И только-только его пристроили в местный зоопарк, как в одном из дворов на улице Промышленной обнаружился бесхозный черный конь. Если вы досмотрели до конца, спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить обновления. Если у вас есть какие-то советы, предложения, обязательно пишите их. И не забывайте, что у нас в телеграм-канале до 14 ноября идет большой розыгрыш. Мы готовы подарить 15-й айфон, наушники Marshall или сертификат на ламоду. Может быть, вы окажетесь одним из тех, кто заберет этот приз. Пока-пока!